друзья всем привет меня зовут артем сегодня посмотрим пасхалки из переездной версии дюка нюками 3d погнали начнем издалека а именно с обложки и главного экрана игры явно отсылающегося к фильму зловещие мертвецы армия тьмы на первом уровне первого эпизода можно заметить странный билборд с надписью невиновен это отсылка к делу джей симпсон который обвинялся в убийстве жены также на седьмом уровне 3 эпизода можно увидеть обратный билборд на нем написано виновен на первом уровне первого эпизода зайдя в игровой зал можно увидеть аркадный автомат с надписью яйца из стали они далеко от него еще один на котором запущен дюк нюкем 2 при нажатии на который дюк скажет что у него нет времени играться с самим собой недалеко от этого места есть плакат с изображением двух девушек и надписью сестра действуй это отсылка к одноименному фильм свупе голберг главной роли в рядом находящемся туалете над одним из писсуаров можно заметить странный номер эта отсылка на песню 81 года группы томми тьютон 867 5309 дженни соседней туалетной кабинке скрывается email адрес одного из дизайнеров игры алена блюма на втором уровне первого эпизода имеется еще одна отсылка на дело джей симпсона на телевизоре в баре можно увидеть настоящую погоню за машиной джей симпсон и перед его арестом в начале третьего уровня первого эпизода дюк попадает на электрическое кресло а сам уровень имеет название деф-роу что является отсылкой на известный звукозаписывающий лейбл деф-роу-рекордс рядом с этим местом красуется еще одна пасхалка а именно повешенный монах из игры rise of triad 94 года а подойдя к алтарю мы увидим два витража один из которых можно сломать за ним скрывается одна из главных пасхалок игры останки космодесантника из игры doom в этой же миссии в одной из тюремных камер можно найти плакат с изображением девушки скрывающий секретный проход это отсылка к фильму побег из шаушенка в конце все того же уровня есть подводная лодка юсс даллас перекочевавший к нам прямиком из фильма охота за красным октябрём 1990 года на пятом уровне первого эпизода возле лавовых водопадов можно найти кровавый отпечаток руки нажав на который перед нами открывается секретная зона станции девушкой и буквами с войти данная аббревиатура расшифровывается как покажи нам свои груди также недалеко от этого места если пролететь на джетпаке в дыру в скале из которых стреляет уменьшитель то можно увидеть надпись ты не должен быть здесь с подписью level of эта надпись оставленная ричардом грейм одним из левел дизайнеров почти в самом конце уровня спустившись на самый низ обрывы можно наблюдать интересную надпись dop fish leaves the fish это вымышленная рыба которую запихивают во многие игр как пасхалку на первом уровне второго эпизода если активировать чит на прохождение сквозь стены то можно залететь за космический корабль и прочитать его название uss фрейм рейд на многих уровнях второго эпизода можно увидеть текстуру похожую на хел 9000 искусственный интеллект из фильма 2001 космическая одиссей 68 года на втором уровне второго эпизода в секретной комнате на мониторе можно заметить цифры 1138 они являются отсылкой на фильм thx 1138 71 года недалеко отсюда можно снова увидеть эти же цифры 3 уровень второго эпизода нажав спрятанную кнопку за секретной стеной нам открывается потайной лифты ведущий нас командному пункту очень похожему на тот что был на корабле enterprise из всем известного стартрека неподалеку можно наблюдать готовую комнату капитана и здесь она действительно готовая а сбоку на кровати красуется надпись bloom bet co свидетельствующий о том что над этой комнатой работал аллен bloom все тот же второй эпизод но уже седьмой уровень если активировать джетпак и немножечко спуститься в обрыв то можно найти пещеру а в ней нас ждет люк скайуокер висящий вниз головой в костюме штурмовика восьмой уровень второго эпизода почти в самом конце есть монолит из все и той же космической одиссея 2001 в третьем эпизоде на первом уровне если подойти к микрофону то дюк продемонстрирует нам свои вокальные данные он споет born to be wild если в конце первого уровня 3 эпизода пройти сквозь стену в недоступное место то можно увидеть надпись никто не должен быть здесь и подпись level lord самом конце четвертого уровня 3 эпизода есть похожая надпись она гласит и здесь ты тоже не должен находиться и как всегда подпись level lord на четвертом уровне 3 эпизода можно увидеть небольшой знак с надписью квейк это намек на то что в этом здании работает сотрудник компании айди софта создавший игру квейк который была на тот момент главным конкурентом дюка нюкема по ходу миссии чай здания рушится а дюк говорит я не боюсь квейк стоит отметить что квейк переводится как землетрясение 7 уровень 3 эпизода тут можно найти пожарную машину с номером 451 это отсылка на роман рэй бредбери 451 градус по фаренгейту к слову уровень это тоже именуется как фаренгейт на этом же уровне есть секретные пещеры в которой находится тело индиана джонса при виде которого дюк говорит мы снова встретились джонс а как только вы возьмете атомное здоровье потолок пещеры незамедлительно начнет опускаться прям как фильме про индиана джонса на секретном уровне адского отеля или короче говоря на десятом уровне третьего эпизода можно увидеть терминатор модели т-800 в этой же миссии можно найти перевернутый полицейскую машину с номером 54 это отсылка к старенькому сериалу машина 54 где ты на последнем уровне третьего эпизода на стадионом летает дирижабль с рекламой пиво дав что является отсылка к пиву дав из мульт сериала симпсоны на первом уровне четвертого эпизода на стене есть вешалка с надписью стит а рядом висит зонт и котелок это отсылка на британский сериал мстители в котором главного героя звали джон стит неподалеку можно найти журнал с надписью мугер ру и изображением золотого кольца это анаграмма имени роджер мур актер сыгравшего третьего джеймса бонда а кольцо отсылка к фильму про агента 007 goldfinger в этой миссии также имеются отсылки к фильму миссии невыполнима на экранах ноутбуках виден фитиль аналогичнее тому что был фильме на этом же уровне есть две секретные комнаты попасть в которой можно только с читами первый вы найдете девушку в бикини который можно было увидеть на экране телевизора находящегося рядом с журналом о котором я упоминал ранее и также тут есть надпись которая переводится как ищешь секрета а во второй комнате стоит огромный телевизор и надпись серьезно хватит 4 на кухне этого же уровня если использовать чит на прохождение сквозь стены то можно увидеть надпись ты маленький или читер неподалеку за одним из ящиков можно найти скрытые послания война миров эта отсылка на роман орсона уэллса еще по ходу задания нам попадется легендарная комната в которой герой тома круза пробрался через потолок под конец уровня нам придется пройти через ряд дверей аналогичных в начальной заставке сериала напряги извилины как в той заставке в конце всех дверей нас ждет телефон на этом пока все надеюсь видео вам понравилось не забывайте подписываться оставлять комментарии и ставить оценки также у нас есть паблик вконтакте хорошего вам настроения и увидимся в следующей части